Внимание всем! Сегодня особый день. Сегодня я вам представляю одного из самых опытных детей в саду. Подчеркиваю. И на игровой площадке. Ты еще у меня спортсмен. Как твой спорт называется? Чудо. Но самое главное, я считаю, что это будущее страны, это будущее детей, это у многих будущая профессия. Для чего я это все показываю? Дело в том, что Сенька прошел особую школу. Вот он рядом сидит. Давай посмотрим. Тебя видно? Мы не видим экран, а вот здесь видим. Вот он ты. Видишь? По вашей рукой. Так. Смотри, что мы сделаем. Скажи, пожалуйста, имеем ли мы с тобой два ветерана? Тоже ветераны сейчас убедятся, да? Имеем ли мы право учить других детей? Имеем. Доказывать будем? Будем. Вот. Давай так. Деда, а может быть, я представлю, если ты меня представишь? Да елки, с этого и надо начинать там. Ой, дед-то старее-то позорился. Представьтесь, пожалуйста, молодой человек. Хорошо. Меня зовут Мельников Арсений Сергеевич. Мне 9 лет. Так, отлично. Итак, выбираем фотографию только с твоим участием. Так. Потому что она вот... Я покажу для смеху. Кто эта девочка? Соня. Соня. Что она делает? У меня сестра. Прикалывается. Разве может она быть сынаодом? Может, может. Ну, может, да. Ну, потом. Так, смотрим дальше. Вот. Чего у тебя в руках? Это яблочки. Ага, абрикосы. Так, абрикосы. Так, знаешь, почему ты сейчас ошибся? Сказать, это простительная ошибка даже для тебя, для ветерана, который с этого под столом еще когда ходил пешком, не наклоняясь, да? Вот, и лежал поперек кладбище, ты уже тогда был в саду. А вот, это ошибка по Фрейду. Это ошибка особая. Почему? На какой нормальный человек поверит, что это 100-граммовое абрикосы? Что яблоки поверят, а в то абрикосы? А почему еще? Ну, потому что их нет. По секрету пока говорю тебе. Ты этого больше не знаешь. Таких нет ни в одном учебном этом. Не в учебном, а в научно-исследовательском институте. Вот и о чем. Смотрим дальше. Так что это ничего, что ты спутал с яблоками. Вот. Смотрим дальше. Вот это вот Ну, ладно, давай все-таки представим этого старшего брата. Тимоша, что он делает? Давай его полностью представим. Вот одна фотография. Вторая. Третья. Представляй. Это Тимофей Мутофин. Ему 12 лет. Так. Что он делает? Сейчас он Он бросает снег. А. Утепляет. Так. Смотрим дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Так. Сколько тебе тут лет? Как ты думаешь? Тут, ну, мне 7 и... В 21 году, 2 года назад. Это 2 года назад, получается. Мне 7 лет. Оказывается, когда ты сел помогать, посмотри, видишь, это твой почерк. А, и... Да, узнаешь. Вот. Я тебя попросил подписывать человеке, который мы высылаем, зарабатываем деньги. И ты помнишь, это был той первой замороз, заработок, той первой 100 рублей. Забыл? Я помню это. Я тебя поздравлял. Вот так вот. Да. Поздравляю. Вот так вот. Вот это ребенок в общем будущее. Почему? Это когда ты уйдет в подсознание. Согласен? Согласен. Придет время, ты скажешь, что-то мне это... Что это за жизнь? Вот скажи честно. Вот. Можно даже перекреститься. Ты любишь сад? Очень. Очень. Кто требовал, чтобы я в субботу тебя в сад отвез? Я. Ты. Смотрим дальше. Вот, Тимофей старше тебя, он уже что-то садит, что-то порет. Это нормально. Вот. Теперь, очень важный момент вот это вот. Скажи, пожалуйста, я приветствую, когда мучают этих самых животных? Да. Приветствую. Или я возмущаюсь, когда животных держат в клетках? Ты, наверное, возмущаешься. Вот. И что я попросил тебя? Никогда не... Никогда не мучить животных. Не мучить животных. Это очень важно. Вот почему я. Дело в том, что люди будут смотреть не только ты, посмотришь, и я. И твоя, допустим, мама, бабушка посмотришь. Это фильм для детей. Чтобы родители подсказали, посмотрите, дайте мне кролика, дайте мне это самое, что ли это? Знаете, у вас на семье крокодил в ванной живет. Где они купаются? И почему я их не сажу? Это крокодил там. Ну, это ладно крокодил. Какое животное любит клетку? Это же страшно. Это пытка. У каждого животного гроба свободы. Свобода любить, свобода двигаться. Да, убегать. Да, догонять. Но это свобода. Вот. И я считаю, что это нужно запретить. Ну, а ты был маленький, говорил, что дай 100 рублей, я для нее хочу зверюшек посмотреть. Было? Да, было. Было. Вот, короче, я надеюсь, что ты меня понял, и никогда больше животных просто не будет. Ну, ладно, кошка, она домашняя. Понятно. А вот этих животных надо жить в природе. Ну, давай еще посмотрим. Скажи, пожалуйста, кто эта дама вот это вот. Вот это вот. И почему я с ней дерусь? Это... Это София Мутовина. Ей сейчас... Ей сейчас 8 лет. Так. Это твоя сестра? Это моя сестра. Так вот, это сестра. Очень крепкая девочка. И мне кажется, когда она подрастет, она любого хулигана уделается на удар. Мне так тоже кажется. Я, наверное, буду... Мальчики боятся. Потому что вот она, например, выше меня, да. Ну, больше, ладно. Ой, крепкая девчонка. Вот. А почему я с ней возлюсь? Чтобы... Чтобы научить драться. Правильно. Время такое. Согласен? Угу. Вот. Ну, иногда мы играемся. Вот, пожалуйста. Вот еще одно члены семьи узнали, правильно? Да. Вот. Давай еще что-то интересное посмотрим. Что здесь... Что здесь можно увидеть? Вот. Когда ты подрастешь, я тебе буду учить стрелять? Будешь. А ты знаешь, сколько ему лет было? Сколько? Ему было 10 лет, когда я его научил стрелять. Я боялся, что искалечится от этого, от отдачи. И что? Дедовка, он стрелял. Он же не мог рыбу пристрелить. Ну, давай честно. По бутылкам, по пластмассам. Ладно. А это к чему говорю? Это я говорю к тому, что детей надо готовить взрослой жизни. Вот. А теперь посмотрим, кого это я воспитываю. Теперь ты воспитываешь. Тимофея. Это кем он? Ладно. Теперь смотри. Что делает... Ну, давай отсюда начнем. Вот. Зачем они уже неизревшие, они уже плохие, и их уже не то, что нельзя кушать, но большинство из них уже несъедобны. Для чего мы их собираем, когда они уже плохие? Чтобы выкварить косточки из них и посадить новые. Ты ковырял? Да. Вот. Смотри, кто рядом с твоим дядей? Дядя Сережа. А, представьте его, пожалуйста. Его. Это... Это Сергей. Железов. Железов. Железов Сергей. И твой дядя. Это мой дядя. Вот. А почему ты здесь рядом? Потому что ты уже... Ты собрался. Что делать? Ковырять. Ковырять, зарабатывать деньги и помогать деду содержать это... кучу родственников, так? Теперь смотри. Ну, хорошо, так получилось, что это не ты. Ну, пусть это... Тимоша. Ну, сам процесс. Вы показали? Да. Что это одна из наших обязанностей. Забрать. Чуть-чуть испортить. Просто перележит. А почему надо чуть-чуть испортить? Раз. Чтобы легче ковырялось. Раз. А чтобы перезарели. Чтобы недозревшие они не зайдутся. Ну да, недозревшие они не зайдут. Вот. Поэтому мы ждем еще раз. Назад. Назад. Вот. Они уже это... Мы ждем специально. Не собираем. И пусть в этом фильме, но я скажу. Был случай, вот. Когда меня было такое обвинение. Вот. Ага, Железов. То есть я, твой дед. На рынке плодами не торгуешь. Значит, нет у него урожая. Только прикидывается. Ну, это не к тебе. Это из меня в обиде лезет. У деда урожая нет. А 120 банок на данный момент, трехлитровых, с косточками есть. Кто это делал? Вся семья. Согласен? Так, давай еще посмотрим что-нибудь. Мы, ко всему прочему, я еще учил и учу. Мы с тобой фильм снимаем для кого? Для детей. Для детей. Вот. Я тебя разговариваю с тобой как с урожайом. Сенька, тонут сотни тысячи детей. Знаешь почему? Ну, потому что не плавать. Первое, плавать не умеют. Вот. А второе, это первое. А второе, страховаться не умеют. Ну, хорошо, не умею я плавать. Вот, вот, Тимошка. Вот он в то время как умел плавать, хорошо? Да, очень. Ага, откуда? Несколько раз ходил в бассейн? Да, несколько раз ходил в бассейн. Я тоже хочу в бассейн ходить, но я уже научился плавать. Смотри, на улице минус 6, ой, плюс 6, плюс 8. Вода от нее сводит ноги. Скажи, пожалуйста, имею я моральное право его в виде 7 пускать? На веревке, на веревке. Нет, ну, если на веревке, то можно, но только на берег. А теперь смотри, как вы меня вытаскивали, это анекдот. Во-первых, ну, ладно, это еще Тимоша. Слушай, сказать, ну, это между нами девочка, мальчик. Если Тимошка увидит эту фотографию, вот, где она на веревке. Он так стеснялся, мы его так уговаривали. Я говорю, Тимоша, и сейчас, я говорю серьезно, мы должны спасать детей. Если ты будешь стесняться, если мы не снимем эту фотографию, не сделаем такую, мы можем спасти кого-то. Кто-то посмотрит, скажет, все, без веревки, ребенка не пущу в эту воду. И то лучше. Да. Значит, это принесет пользу нашу. Да, принесет. А теперь смотри сюда. Узнаешь себя. Да, узнаю. Это я сфотографировал. Это как бы, это как бы пример для подражания. Дети должны друг друга страховать. Ты дашь ему утонуть, нет? Нет. Это мой брат лучше. Он у меня один только. Я ему не дам утонуть. Вот это нормально. Слушай, ты уже мужик. А, вот это у меня же врачом-то. Ой, слушай, сколько у тебя родителей. Кто тут между вами, кто в середине спасает Тимоша? В середине Лера. Лера. Валерия Железова, да? Да, Валерия Железова. А, которая ближе вот сюда. Леви. Это Соня. Света Мутовина, моя сестра. И вот эта вот команда Бурлаков на Волге, на Эдиссея спасает Тимоша. Ну вот именно мне кажется, что вот так немножко со смехом, с юмором, да? Да. А кто-то посмотрит. Вот. И пойдет покупать веревку. Скажет, больше ребенка я в воду не пущу. Только отвернись. И все. И нету его. Ищи потом. Так. Смотрим дальше. Ты эту даму знаешь? Да, это моя мама. Это Юлия Мельникова Сергеевна. Правильно. Юлия Сергеевна Мельникова. Вот теперь она зарабатывает. Еще раз, для чего мы подгнаиваем, как сказать, не спешим собирать, пока не испортятся воды. Чтобы они лучше ковырялись. И? И чтобы... И еще потому, что деревья недоспелые, от недоспелых косточек они не будут... Вот. Недоспелые нам не нужно, мы людей подводить не будем. Это все на продажу. Так, ну, давай еще что-нибудь поищем. Вот. Так. Так, 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 так. Так, что делает твоя сестренка? Господи. Собаку тоже собирают? Собаку мы не забираем. Собака тут просто. Ладно. Теперь еще не все. Вот. А этот парень что, тоже собирает? Угу, тоже собирают. А вот этот, она не знает, что будет. Это груша. Нет. А, это манжурские орехи. Это все, это самое, все. Крепкая четверка. Сразу бы сказал орехи. Чуть не опозорился. Ну, знаешь. А похоже на грушу. Не, похоже. Так, ладно. Это все сейчас учеба. Ведь кто-то из детей впервые увидит орех манжурский. Да. Поздают их огромные. Но это уже другой будет вопрос. Так, ну, люди устают. Отдельных фильмов. Скажи, пожалуйста, минуты отдыха. Можем бы себе такое позволить? Можем. А скажи мне такое. Это тоже касается. Да, поджигать, жечь костры, это целое искусство. Рядом насос. Рядом бассейн. Вот он. Вот он. Да. Рядом. Вот рядом, заметь. Я к чему говорю? Если соблюсти все правила. Вот. Мы всегда, когда поджигаем, несколько ветер с водой. Раз. Ну, это я уже, ты этого можешь не знать. Ну, да, это я уже знаю. А, знаешь, бассейн с водой два. Так. Вот. И дальше. Сейчас еще кое-что скажу. О, это мой брат с украины. Сейчас, секунду. А, знаешь, что мы сделаем? Давай первую серию закончим. А на этой фотографии это очень важно. Это продолжить. Все, первая серия готова. Все, всем пока. До свидания. Всем пока. Дело в том, что это очень важный звонок. Вот. И, да, и длинный фильм, он город не любит. Все, первая серия закончена. Где мы нажимаем? Остановить запись. Остановиться. 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 Остановиться.